Сегодня к нам в гости заглянула необычная мама. Ведь Анна Эрм, композитора, музыковеда, радиожурналистку и, главное, бессменного в течение десятков лет руководителя знаменитого фестиваля «Джаз Кар» нередко именуют «Мама эстонского джаза». Есть и другой титул «Гранд Дама джаза Эстонии». Оба титула справедливы, но только что к ним добавился еще один. Наша гостья стала лауреатом государственной премии в области культуры с красивым названием «За дело жизни». Анна, добрый вечер. — Добрый вечер. — Согласны ли вы с такими… — И спасибо тоже за награду, да. — Да, но вот согласны ли вы с такими званиями, скажу по секрету, вас частенько так называют? — Сначала для меня было очень странно, потому что я не хотела быть мамочкой. Потом, когда я стала постарше, думала, что ну окей, Вольтера Ягаро позовут композитора нашего отцом джаза. — Ну хорошо, я могу быть мамой джаза. — Для вас неожиданностью стало получение такой награды? — Да, это был большой сюрприз. Я получила прямо шок, что так много организаций, где я что-то немножко делала. 50 лет работала на радио, музыкальной редакции и сделала там все с утра до вечера. И немножко что-то в телевидении, немножко композицию, немножко книжечку, статьи. Главное все-таки это джаз и фестиваль Яцкар. — Ну вот к историческим фактам. Так случилось, что в фестивальном джазовом движении Эстония занимает первое место. Именно в Эстонии с 1949 года начинаются фестивали, которым Аксенов посвятил целый роман Ахмадулина, циклы прекрасных стихов. Таллин собирал гонимых джазменов, и они играли джаз. Почему именно Таллин стал меккой джаза в СССР? — Причина, наверное, в том, что это далеко из Москвы. Там можно свободно все сделать, никто не заметит. Но в начале действительно только эстонцы там выступали. А в 60-е годы Таллин стал столицей советского джаза. — Да, действительно, все хотели приехать на наши фестивали. И в 66-й и седьмой год были самыми главными. В 67-м тут выступал Чарльз Слойд, очень популярный в то время, с Ки-Счара, таким квартетом. Их не пустили на сцену, а потом вообще запретили фестиваль. Сказали, у вас певческие праздники, не надо вам никакого джаза. И закрыли, запретили. — Но в 1990-м году появился новый фестиваль «Джаз Кар» и руководителем стала Анна Эрм. — Да, верно. Это потому, что я ходила по фестивалям как радиоредактор и в Москве, и в Ленинграде, и в Пилиси, и Ереване, и в других местах. И всегда от меня спрашивали, почему у вас нет фестиваля. Таллинн же был столицей Советского Союза, советского джаза. Но я так потихоньку сказала, что я что-то попробую делать. — И фестиваль продолжается до сих пор и радует очень многих поклонников джаза и музыки в целом. Анна, ну вот что нас ждет в ближайшее время? — Да, у нас весной очередной фестиваль. У нас всегда какие-то особенные, большие произведения на целый концерт. И это трасс «Океан гитаров». Вот тут Лауреумец приедет из Америки, Петер Веги, наш ориентилист и композитор Андре Макер, джазист. Соединяются стили. Яцкар все время постарается, чтобы люди понимали джаза, и чтобы джаз был открытым для стилей и пересекает всякие границы. И часто мы тоже познакомим наш фестиваль, наши музыканты, зарубежных фестивалей. — Желаю только успехов вам. — Спасибо большое. Наши джазовые фестивали стали весомым аргументом в присвоении Таллину звания города музыки ЮНЕСКО. Но столица не собирается останавливаться на достигнутом, как и наши гости Анны Эрм. И премия за дело жизни, с которой мы ее поздравляем, лишь один из этапов. Работа продолжается, как и выпуск новостей Таллина.